Всем привет! В этом видео я хочу показать, как из автомобиля Nissan Leaf сделать большой пауэрбанк практически для любого энергооборудования дома. Начиная от простого ПК лимбука до телевизора. По сути, будем делать розетку 220 Вольт с максимальной мощностью до 400 Ватт. Хоть машина может дать кратко 2 кВт, а постоянно до 1 кВт. И все это будем делать с минимальными финансовыми затратами. Далее находим бушный, самый дешевый источник бесперебойного питания. По простому IPB или UPS. Аккумуляторная батарея в нем уже не нужна. В интернете можно найти много различных вариантов по дешевой цене. Есть еще один вариант, о нем расскажу чуть-чуть далее. Кабель питания C13, C14. С одной стороны папа его в IPB, другую часть по идее в ПК. Но мы немного поменяем. А менять мы будем на простую внешнюю розетку. Розетку выбирайте под свои потребности. Я взял на 2 гнезда. Все равно потом от машины нужен будет удлинитель, поэтому смысла нет. Нет смысла брать больше. Одно гнездо будет для ноутбука, другое под роутер. Далее нам понадобится где-то полметра толстого кабеля. Он нужен будет для удлинения проводов, которые мы будем подключать к аккумулятору. Ну и пару клемм для подключения нашего источника бесприволного питания. Не забываем про синюю или красную изоленту, если надо. И паяльник. Хотя, я думаю, что каждый мужчина сможет удлинить провода и при этом найдет, как это сделать. Так даже, в принципе, банальная скрутка поможет. Я нашел вот такой разъем подключения. Так как подключаю автомобиль довольно часто. Если использовать нечасто, то можно банально прикручивать питание клеммом 12-ти вольтового аккумулятора автомобиля. Давайте посмотрим, что же ИСЯ представляет этот самый ИПБ. Для вас я разобрал. Вот его внутренности. Все несложно. К каждому ИПБ есть инструкция в интернете по разборке. Первое, что ему уже не надо, это 12-ти вольтовый аккумулятор. Мы его будем менять на автомобильный аккумулятор. Его надо отключить. Плюс-минус для всех источников бесприволного питания это будет одинаково. Трансформатор 220-12 вольт, силовые транзисторы, реле переключения. Но нас больше всего волнует пищалка. Это вот такая вот небольшая бобина. В 99% ИПБ она будет противно пищать, мол, подключи питание 220 вольт. Но так как питания у нас нет, то берем простую скрепку и через небольшое отверстие банально уничтожаем мембрану. Все, теперь ИПБ бесшумный. Только релайт-индикатор будет сообщать о том, что ИПБ работает в аккумуляторе. Тут еще важно. Если в ИПБ есть функция Green Power, ее надо отключать. Это когда к ИПБ подключена очень маленькая нагрузка и он ее не видит и отключается через определенный промежуток времени. Тут смотрите по своей модели источника бесприволного питания. Google модель и слово Green Power или Low Power. По сути, надо будет просто замкнуть перемычки или откусить, выпаять какой-то резистор. Но еще раз, но я уже рассказываю тонкости. В 99% эта функция Green Power вам точно не понадобится. Инструкции найдете в интернете. По сути, все, что нам надо сломать пищалку, вывести клеммы для подключения внешнего аккумулятора. Включаем клеммы нашего источника бесприволного питания к клеммам аккумулятора 12-вольтового нашего автомобиля. И тут важно. Идем в автомобиль и заводим его. Это реально очень важно. Так если вы этого не сделаете, 12-вольтовая батарейка просто разрядится. Никакого большого пауэрбанка не получится. После включения зажигания автомобиля на приборной панели появится зеленый индикатор машинки. И только после этого основная батарея 24-киловатта 30-ка или 40-ка начнет подпитывать маленькую 12-вольтовую батарею. Как вы видите, без включения зажигания напряжение аккумуляторной батареи будет составлять в районе 12,5 вольт. А после включения уже около 14. Включаем, чтобы машине все было выключено. Печка, магнитолы, фары. Включаем источник бесперебойного питания и подключаем к нему нагрузку в виде освещения. Вот светятся ПК, телевизора, ноутбуков. Вот видите, вот такой вот 60-ваттный. Спокойно работает. А можно купить вот такой вот инвертор, например, на 2 кВт. Ссылку я дам в описании под видео. И тогда автомобиль сможет запитать даже ваш холодильник или кратковременную СВЧ-печку. Но более 1 кВт снимать я не рекомендую. Вот так вот мы с помощью дешевого источника бесперебойного питания получаса времени превратили наш автомобиль в розетку 220 вольт. Если это видео было вам полезно, ставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте про подписку на канал. Также в описании под видео вы найдете ссылки на социальные сети и телеграм-каналы, где происходит не только общение, ответы на ваши вопросы, а также раздача купонов, новинок умного и не очень дома. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok